МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время платить налоги. Инспекция уже начала рассылать налоговые уведомления. Их направляют заказным письмом или выгружают в личном кабинете налогоплательщика. Также уведомления можно получить в операционном зале инспекции или в МФЦ. Налоговое уведомление не направляется налогоплательщикам в следующих случаях, когда сумма налога составляет менее 100 рублей, а также при наличии льгот, налоговые вычеты, которые полностью освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога. С 1 января для каждого налогоплательщика открыт единый налоговый счет. Теперь оплачивать все налоги физлица могут единым платежом. Это означает, что все налоги оплачиваются по одним и тем же реквизитам. Далее сумма единого платежа распределяется на конкретные виды налогов. Сотрудники инспекции обращают внимание, что получатель в квитанции на уплату имущественных налогов Казначейства РФ по Тульской области. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России в сервисе «Уплата налогов и пошлин», на портале государственных услуг, также через платежные терминалы, банки, отделения почтовой связи. За несвоевременную оплату предусмотрены пения 1,03 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если вы не оплачиваете налоги и штрафы в течение трех месяцев, налоговый орган обратится в суд с требованием о принудительном взыскании. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Работодатель забыл внести сведения в трудовую книжку, либо в социальном фонде нет информации о заработной плате за какой-то период трудовой деятельности. С такими сложностями могут столкнуться все, кто хочет получать страховую пенсию по старости. Поэтому гражданам стоит обращаться в отделение социального фонда России по Нижегородской области за 6-12 месяцев до наступления права на страховую пенсию или проверить свои пенсионные права онлайн. На сайте госуслуг есть такая услуга, как выписка из индивидуального лицевого счета. Больше того, скажу, что с прошлого года социальный фонд России начал в проактивном режиме информировать граждан о том, в каком виде сейчас у него лицевой счет находится. И если обратили внимание, граждане, женщины старше 40 лет, мужчины старше 45 лет, в конце прошлого года получили в госуслугах вот это письмо от социального фонда России, где есть выписка с индивидуального лицевого счета. Там можно посмотреть, все ли из трудовой деятельности учтено. Если вы обнаружили в выписке, что у вас есть неучтенные или некорректные периоды, то следует обратиться в отделение социального фонда также электронно, направить заявление о корректировке индивидуального лицевого счета через портал госуслуги и предоставить подтверждающие документы. В этом году продолжает действовать период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по возрасту. Переход к новым параметрам происходит постепенно. У нас, например, в 2023 году на страховую пенсию по старости никто не выходил, потому что этот период попал как раз на переходный. Соответственно, мы никого на пенсию не оформляли в этом году. С 2024 года у нас начнут выходить на пенсию мужчины 61 года рождения и женщины 66. То есть вот мы понимаем, что к 28 году мы достигнем вот этих вот целевых показателей 65 для мужчин и 60 для женщин. К основным условиям возникновения права на страховую пенсию по старости относятся достижения возраста 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин, наличие страхового стажа 15 лет, наличие минимальных пенсионных коэффициентов 30 баллов с учетом переходных положений. За каждый год трудовой деятельности у гражданина формируются пенсионные права в виде пенсионных коэффициентов. Пенсия считается для всех индивидуальной. Вообще страховая пенсия по старости формируется из двух составляющих. Одна фиксированная базовая, базовый размер пенсии. На сегодняшний день она составляет чуть более 7,5 тысяч рублей. То есть это обязательная для всех базовая составляющая. А вторая часть рассчитывается индивидуально и она завязана на так называемые индивидуальные пенсионные коэффициенты. Вот эти индивидуальные пенсионные коэффициенты формируются из тех отчислений, которые производят работодатели, когда человек работает. Средний размер пенсии в Нижегородской области составляет 20,5 тысяч рублей. Сейчас пенсию по старости получают порядка 900 тысяч нижегородцев. Из них около 200 тысяч продолжают работать, даже находясь на заслуженном отдыхе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Фарсовая преувеличенно смешная история. Почти комедия дель арте, но с русским колоритом. Новый юбилейный сезон Саровского драматического театра откроет спектакль «Женитьба Бальзаминова». В его основали глаз знаменитая трилогия Островского. История о романтике и мечтателе Миши Бальзаминове, который грезит обеспеченной и обеспеченной жизни. А главная его мечта – влюбить в себя богатую невесту и удачно жениться. За основу взяли две пьесы, там трилогии Островского мы взяли две, первую и последнюю. Ну и как-то мы так пообщавшись поняли, что это, наверное, хорошее открытие сезона и правильное, какое-то открытие такого юбилейного сезона. Это многонаселенный спектакль, это, мне кажется, очень хорошая комедия. Ну, я не всегда так говорю про те спектакли, которые я делаю, но этот, как комедия, вполне себе оправдает, мне кажется, ожидания. Но она при этом не без интеллекта, как мне кажется, опять-таки. Антон Морозов с этого сезона – главный режиссер Саровского театра драмы. Нашим зрителям он знаком по спектаклям «Свободный Тибет» и «Фантазии Фарятева». Театр – живой организм, в котором все должны быть вовлечены в работу, считает Антон Морозов. Премьерные спектакли, фестивали, лаборатории. Планы на грядущий сезон грандиозные. Есть определенное представление в Сарове о зрительском спектакле. Я думаю, начиная с Бальзаминов, мы можем как бы чуть-чуть его менять. В смысле не про плохой, хороший, скорее, а просто про другое. И есть театральный подвал. Я какую-то целью для себя ставлю, чтобы в театральный подвал ходили не только условно искушенные зрители, которым интересно и нравится, необычный формат, но как-то адаптировать этот формат, чтобы потихоньку зритель, который ходит на большую сцену, тоже перемещался туда. Несмотря на возрастное ограничение 16+, спектакль рассчитан на разновозрастную аудиторию. Герои маски, над которыми можно весело и простодушно посмеяться, найдут отклик в сердцах как зрелой аудитории, так и совсем юной. Внимательно ли мы к деталям? Сможем ли, закрыв глаза, детально описать комнату, в которой находимся, или наряд человека, что сидит рядом? Память – ключевой навык, необходимый актеру. Именно его участники лаборатории танца «Молодые люди с ОВЗ» развивают вместе с актером Саровского драматического театра Павлом Козловым. В молодежном центре стартовала лаборатория театра. Я сделал упор, знаете, наверное, на самые-самые базовые навыки, которые нам пригодятся в жизни. Это сценическая речь, чтобы они более четко могли выражать свои мысли, свои желания. И много раз я слышал, и от них самих они жалуются на свою память. И, соответственно, мы постараемся ее подтянуть максимально. Параллельно с азами сценического искусства молодые люди с ограниченными возможностями здоровья постигают и искусство танца. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, управление мимикой, танцевальные па и еще целый спектр упражнений им преподает руководитель студии спортивного бального танца ДЭКа Денис Брагин. Учиться петь участники будут в лаборатории вокала у Аллы Кругловой. Все эти еженедельные занятия в молодежном центре проходят в рамках проекта «В ритме равных». Все педагоги с большим опытом, с большим стажем, с большим мастерством, со своими собственными методиками. И у ребят обязательно у наших все получится. А проект, надо сказать, направлен прежде всего на социализацию и развитие творческих навыков, развитие и познание себя в творчестве молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, это участники клуба общения для молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Лотос». В этом году проект «В ритме равных» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов. На поддержку претендовали более 11 тысяч общественных инициатив из 88 регионов страны. И только полторы тысячи получили грантовую поддержку. В рамках проекта «Впервые в Сарове» планируют провести в апреле межрегиональный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи с ОВЗ. «Этот фестиваль у нас будет проходить 4 дня. Три дня будет очень насыщенно, будет очень много активности. И в том числе в завершении фестиваля будет большой гал-концерт. И мы надеемся, что в этом концерте, возможно, примут еще и участие какие-то эстрадные звезды. Может быть, кто-то из команды «Старко», которые к нам недавно приезжали. Мы им рассказали о нашем фестивале, и эта идея им очень понравилась». Проект открыт для новых участников. Подробности по телефону 99-112. Туристический поток во многих регионах Приволжья в летний период вырос по сравнению с прошлогодними показателями. Увеличению числа туристов способствовали активное развитие туристической инфраструктуры и переориентация спроса на поездки внутри страны. Например, в Нижегородской области, по данным Росстата, число туристических поездок в июне-июле этого года оказалось на 11% выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. При этом количество постояльцев гостиниц и отелей выросло на 19%. В целом, в крупнейших туристических регионах Приволжья этим летом отмечался рост уровня заполняемости гостиниц. А некоторые отельеры сообщили о дефиците номеров. При этом участники рынка отметили, что сократился период между датой бронирования и датой заезда в отель. Более популярными стали спонтанные поездки. Росту числа незапланированных поездок способствовали высокая транспортная доступность туристических регионов Приволжья, а также насыщенная культурная программа. Спонтанность туризма увеличила нагрузку на работу предприятий в туристической сфере. В таких условиях сложнее планировать закупки, готовить номера и мероприятия, отметили при опросах представители отрасли. При подготовке доклада региональной экономики, комментарии ГУ, Банк России в том числе использует данные опросов нефинансовых предприятий и мнений экспертов. Это позволяет дополнить официальную статистику мнениям бизнеса и аналитиков, а также выявить только зарождающиеся тренды. Стать участником опроса может любое нефинансовое предприятие, которое заполнит заявку на сайте Банка России. День открытых дверей пройдет в историческом здании Волговятского главного управления Банка России 30 сентября. В этот день в доме номер 26 на улице Большой Покровской посетителей будет ожидать просветительская программа с экскурсиями по зданию Банка. На аллее возле ЗАГСа собралось около 20 предпринимателей. Все они пришли сюда, чтобы сделать наш город чуточку лучше. Бизнесмены посадили 45 саженцев. И уже следующей весной пустующая аллея зазеленеет. Идея посадить кустарники возникла спонтанно. Дело в том, что в апреле месяце наш бизнес-клуб Сарова проводил ярмарку в Доме молодежи. И одной из частью вырученных денег мы решили поделиться с городом. В частности, закупить кустарники, посадить их на пустующие аллеи около ЗАГСа, чтобы наш город стал еще красивее. Бизнес-клубу Сарова уже больше года. В него входят около 45 предпринимателей. Все они объединились, чтобы помогать друг другу. Создан для поддержки друг друга, как морально, так и мы участвуем друг друга в бизнесе. Такая синергия происходит. Ну и немаловажная вещь, что предприниматели обычно варятся все в своем соку. Набивают шишки самостоятельные и так далее. Но эти дороги уже однажды пройдены кем-то. Поэтому, обмениваясь опытом, мы сокращаем тем самым издержки, всевозможные психологические потери и вместе двигаемся к успеху. По словам Олега Важдаева, такие мероприятия, как посадка зеленых насаждений, помогают не только сплотить предпринимателей, но и в целом горожан. Идеи, как сделать город лучше, у бизнесменов немало. Постепенно все их они планируют воплотить в жизнь. Рассказали о себе и поделились опытом успешные бизнес-вумын города. Их объединил форум «Женщины, меняющие мир», который прошел в Центре поддержки предпринимательства. Самая главная цель – это знакомство, коммуникация, объединение усилий. Это всегда благо. И в рамках этого форума девушки смогут познакомиться между собой, пообщаться. Каждая друг друга узнает. Они смогут поделиться опытом. Некоторые успешные девушки из числа гостей у нас будут рассказывать о себе, давать полезные лайфхаки. Форум прошел во второй раз. В нем приняло участие более 50 успешных женщин. На протяжении вечера гости слушали спикеров, участвовали в мастер-классах, вместе рисовали картины, учились правильно дышать и слушать свой внутренний голос. А также загадывали желания и по специальной методике. В этом году у нас не только предприниматели зарегистрировались на данное мероприятие, но и работники ГНЕВ, и представители муниципальных организаций. Это говорит о чем? О том, что мероприятие становится интересным, полезным, нужным и важным для женщин. Завершился вечер праздничным розыгрышам, квизом и дискотекой. В сезон клещей продолжается. Уберечь своих питомцев от укуса паразита помогают специальные таблетки, ошейники, капли. Но при выборе средств от клещей нужно быть предельно внимательными. Есть средства, которые именно от подкожных клещей, есть средства, которые от эксоидов клещей, которые мы боимся и которые переносят самую нехорошую болезнь смертельную – это пероплазмоз. Читаем инструкцию, обязательно, потому что есть средства, которые только от одних типов, есть средства, которые только от других типов. Пероплазмоз – инфекция, протекающая с лихорадочным, анемическим и желтушными синдромами. Болезнь не передается от животного к животному. Заболеть пероплазмозом собака может тогда, когда клещ выделяет яд в кожу животного. Признаки заболевания пероплазмозом – это слабость, это собака не ест, это собака вялая. Если вы владелец хороший, я думаю, что все держат собаку хорошую власть здесь, то вы увидите, что в собаке что-то не то, что собака плохо себя чувствует, что она раньше, например, бегала-прыгала, а сейчас лежит не встает, что она кушала, а сейчас не кушает. Значит, тут же хватаем собаку и едем к ветеринару. Еще один признак – пероплазмоза, температура и темная моча. Если не принимать меры лечения, то у четвероногого откажут задние конечности, и спасти его будет проблематично. Хватаем собаку, едем в ветклинику, берут анализ крови и говорят вам – пероплазмоз. Значит, колется сыворотка. Без сыворотки собака не вылечится, поэтому сыворотка обязательно. Единственное, что вам может помочь, если вдруг у вас воскресенье, хотя в воскресенье у нас одна клиника работает, но вдруг что-то не сработало, и ветврача вы найти не можете. Если у собаки померили температуру, повышенные, давайте жаропонижающие. Сезон клещей закончится с морозами. До этого времени своего питомца необходимо обрабатывать. После каждой прогулки проверяйте четвероногого на наличие паразитов. Лось внезапно выбежал на дорогу в починках. Несмотря на высокую скорость и плотный поток, водители сделали все, чтобы не ранить животное. В Сарове горожане поймали в объектив камеры целое лосиное семейство. Дикие животные наиболее активны в темное время суток. А водители в это время становятся менее внимательными. Поэтому при первых же признаках усталости необходимо остановиться на ближайшей стоянке и отдохнуть. Предельно внимательными нужно быть в зоне действия знака «Дикие животные», напоминают сотрудники ГИБДД. Нашим горожанам, скажем так, я посоветовал выбирать оптимальную скорость движения, когда они двигаются по таким участкам дороги, как, например, в сторону Поварламовской дороги. Там установлен знак, он предупреждает водителя о том, что в любой момент из леса могут выйти дикие животные. То есть им желательно выбирать скорость такую, чтобы при появлении животного они могли принять все меры вплоть до полной остановки. Лось, пожалуй, самое опасное животное для водителя. Он чаще других выходит на дороги. При этом взрослая особь весит в среднем 500 килограммов. Из-за анатомии животного удар приходится на лобовое стекло. Травмы водителя и пассажиров от такого столкновения могут быть весьма серьезными и даже смертельными. На моей практике больше всего проблемы с лосями были. Они могут причинить и большие механические повреждения транспортным средствам, и в зависимости от того, какая скорость была у водителя, может пострадать сам водитель. При этом очень сильно. Подходить к сбитому зверю ни в коем случае нельзя, так как это может быть опасно, напоминают в Минсельхозе. Пострадавшее в ДТП животное нельзя забирать. Это приравнивается к незаконной добыче. Размер ущерба за сбитого лося составляет около 80 тысяч рублей. Если избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Единую службу спасения 112, вызвать сотрудников ГИБДД и в точности выполнять все полученные указания. Если по дороге, о которой мы говорили, в Орлаусской, там мобильной связи может не быть. Человек может связаться по номеру 112, о котором уже неоднократно говорили, сообщить обстоятельства. И дальше уже по указанию дежурного может быть направлен патруль. Артиллерийское оружие – гордость клуба «Армир». Его ребята собрали своими силами. Оружие предназначено для метания снарядов, уничтожения укреплений и вооружений. Казалось бы, все это выглядит по-настоящему. Сделать пушку так, чтобы не было возни с горящими петардами, не было каких-то травмоопасных ситуаций. Поэтому мы смогли сконструировать орудие, которое использует в качестве вышибного заряда холостой патрон, который продается совершенно спокойно, свободно и всем доступен. Ну и при этом стреляет вот такими вот мягкими мечами. Еще одна гордость клуба «Армир» – стилизованный пистолет 18-19 века. В качестве снаряда армировцы используют мягкую пулю, которая не наносит вред здоровью. Удар это самая пуля, это примерно такой щелчок, не более того. И работает на капселях для охотничьего оружия. Похвастаться армировцы могут и топ-хельмом. По-другому шлем-горшок. Это шлемы, которыми пользовались западные крестоносцы в 13 веке. В первое время нам пришлось конструировать самим шлемы, поскольку тогда еще в России серьезных производств, которые занимаются изготовлением средникового оружия, не было. Поэтому первые шлемы, которые мы делали, например, рыцарские туф-хельмы 13 века – это первые шлемы нашей работы. «Армир» существует с 2005 года. За время работы клуба мастера создали различные доспехи, кольчуги, клинки, стеклопластика, мушкеты, сабли и многое другое. Для всех изделий разрабатываются макеты, после отдаются чертежи на производство. Со своими изделиями ребята принимают участие в различных фестивалях и грантовых конкурсах. Уже 11 ноября на фестивале народной культуры они презентуют новые пушки и мушкеты. 21 модель танков появились в музее оловянного солдатика. Техника участвовала в афганской войне. Все их Вячеслав Лопашов поставил на одну полку с героями тех далеких сражений. Детям будет интересно. Они приходили, смотрели, а какие интересные танки. Потому что у меня современных танков здесь пока не было. И вот это появилось. Пополнился музей швейцарским аллибарчиком «Воин Папы Римского». Имеющий при себе доспехи, стальной шлем и кольчугу. Обновились витрины и индейцами, тлинкитами, жителями Аляски. Мало кто знает, что ведь начало 19 века, это же была война, война за Аляску. То есть индейцы начали воевать с нашими промышленниками. Но возникает вопрос, откуда у них взялось огнестрельное оружие. Ну а, как обычно, казачинателями войны были кто. Сейчас мы их называем просто американцы. На витрине в скором времени можно будет увидеть и паровозе Кобика. Он Вячеславу Лопашову достался по наследству. Увидеть его и новые экспонаты в музее Оловянного солдатика смогут все желающие 3 октября. Там пройдет грандиозное событие, день рождения уникального музея. В этом году музею Оловянного солдатика исполняется 5 лет. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Создать настенное панно для детской школы искусства Несса Гришина задумала давно. Работа монументальная и непростая. Поэтому педагог ждала тех выпускников, которые с ней справятся. Это такой взрослый проект. Но именно год назад дети такие появились. Некоторые отучившись 5 лет, а некоторые и 9 лет. Собровалась такая группа сильных детей, которые стали авторами этих проектов. Свои проекты будущих панно представили 11 детей. Экспертный совет отобрал 5 лучших работ. Над их воплощением в жизнь воспитанники ДШИ трудились все вместе. Перед тем, как панно украсили стены школы, была проделана колоссальная подготовительная работа. Эскизов было сделано каждым ребенком, наверное, 10 эскизов. 10 даже больше. По всем видам искусства. То есть были и джаст, хореография, музыка, классическая музыка, классический танец, народные инструменты и так далее. И уже по этим эскизам мы выбирали самый удачный. Пять панно символизирует разные виды искусств. Чтобы их создать, детям пришлось научиться работать не только с художественными, но и со строительными материалами. В ход шли гипсы и пенокартон, шпатлевка, плитка. Мы вместе с моим папой ездили по всем строительным магазинам и искали, получается, вот эту всю плитку. Потом сами били ее, замешивали разные штукатурку. В общем, мы стали за этот год настоящими строителями. С этим панно мне помогали мои друзья с архитектуры. Я очень благодарна им. Также я благодарна своей учительнице по архитектуре, которая направляла меня на путь истины, пока мы выполняли все это панно. Я очень довольна, что оно висит в этом здании. Своим опытом Саровская ДШИ готова поделиться с коллегами из других городов. Про панно планируют снять мини-фильм и представить его на Международном фестивале зодчества. Милана Кахидзе, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Погладить и поиграть с котиками на Мурфесте смогли все желающие. В парке имени Зернова во второй раз прошел праздник, посвященный хвостатым друзьям. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. Мурфест прошел в рамках проекта Центра бесплатной стерилизации спасения при поддержке фонда президентских грантов. Для взрослых мы сегодня будем отдельно оговаривать проблему с неконтролируемой численностью безнадзорных животных и о том, как гуманно это можно сокращать, то есть с помощью стерилизации. У нас будет уступление ветврача, и мы большое внимание уделим именно этому блоку. А для деток это в первую очередь, конечно же, котики. То есть как правильно ухаживать за котиками, как с ними играть. То есть это более такое для них творческое, веселое. На празднике гости смогли послушать консультации ветеринарного врача и грумера, а также принять участие в интерактивных играх, викторинах и творческих заданиях. Сегодня я познакомилась с разными котиками, они были прикольные, очень милые. Я свала руки в клетку, они меня не кусали, не царапали, были очень миленькими. Я не помню, конечно, как их зовут, но было очень интересно. У меня есть котик, и я уже очень давно их завожу. И вот когда я увидела праздник про котов и мурдом, я отсюда брала одного кота. И когда я вспомнила, что я отсюда брала, у меня сразу радость появилась. Все желающие смогли внести свой вклад в фестиваль, принеся с собой еду, игрушки, пледы для четвероногих друзей. Такой праздник организаторы планируют проводить ежегодно. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Во Дворце детского творчества Анна Козловская проработала 9 лет. Для нее это стало большой и значимой частью творческой и педагогической деятельности. Хореограф воспитала порядка 500 детей и подростков, которым прививала любовь к танцу. Свой коллектив Анна Козловская создавала с нуля. За это время у танцоров было много конкурсов, фестивалей, концертов, творческих экспериментов. Изначально я не воспринимала работу в Дворце творчества как кружок и никогда им не являлась. Всегда были большие такие планы, были цели, к которым мы стремились. И мне очень повезло в жизни, что на пути развития стали родители, которые мотивировали, поддерживали. И вот все наши конкурсы и поездки – это были мероприятия, не связанные, так скажем, с программой Дворца творчества. Самым значимым событием в истории студии, эстрадной и народной хореографии Задоринки для педагога стал Славянский базар в Витебске. В рамках фестиваля искусств состоялся третий танцевальный проект Dream Dance Fest. Девушки прошли национальный отбор в Москве при посольстве Беларуси и представляли страну на международной сцене. Старшая группа Задоринок получила гран-при за танец «Черный ворон». У коллектива были неоднократные победы во всероссийских и международных конкурсах, конкурсах по серии ЮНЕСКО. Девушки работали с известными хореографами и режиссерами. Анна Козловская гордится, что в числе ее воспитанниц есть те, кто добился высоких результатов в танцевальном искусстве. Я горжусь своей выпускницей. Это в девичестве Баландина. Сейчас она Маслова Кристина Алексеевна. Это мой педагог. Это девочка невероятной красоты и обаяния. Она безумно талантливая. Она протанцевала у меня в Задоринках 8 лет. Потом она закончила Саранский колледж по специальности педагог-хореограф. Это, конечно, мой бриллиант. Это Диана Кукушкина, солистка студии. Анна Козловская – человек, который живет и дышит танцем. Она постоянно стремится к саморазвитию. Вместе со своими воспитанницами педагог участвовала в мастер-классах от именитых профессионалов. У каждого ребенка хореограф тоже чему-то учится. Три года назад у Анны Козловской появилась мечта – открыть собственный центр. Хочется создать место, где детям будет атмосферно, уютно, тепло, современно, масштабно, где дети будут раскрывать свой внутренний потенциал не только с точки зрения хореографии, но и других аспектов, своих, так скажем, навыков и умений. А мы, как педагоги, будем им помогать. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин